Пенсионеры-родители, чьи дети являются студентами, могут получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Главным условием является возраст студента не старше 23 лет и очная форма обучения. С заявлением о предоставлении выплаты могут обратиться оба родителя. В этом году размер надбавки к пенсии составит около 5000 рублей. На детей до 18 лет выплата устанавливается независимо от факта учебы и иждивения. В Нефтекамске прошла выездная акция «Поможем людям вместе». Ее организовал комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительству. Нуждающимся предоставили продукты, одежду, обувь, лекарства, организовали горячее питание. Сотрудники противотуберкулезного диспансера организовали прохождение бесплатной флюорографии. Центр занятости города провел раздачу информационных листовок с вакансиями. 7 сентября на автозаводе Нефас прошел конкурс профессионального мастерства лучшей по профессии среди молодых инженеров-технологов. В нем приняли участие 11 перспективных работников в возрасте до 35 лет. В этом году конкурс по-прежнему состоял из теоретической и практической частей. Титул «Лучший молодой инженер-технолог» 2018 завоевал Игорь Степанов. 29 сентября в Дюртюлях пройдет легкоатлетический марафон на приз от газеты «Кызылтан». Старт и финиш забега состоятся возле центральной трибуны на месте проведения праздника Сабантуй. Заявки на участие можно оставить в отделе спорта на улице Чеверева, 41. Начало соревнований в 11 часов. Телефон для справа – 1979. На днях в одном из магазинов Янаула совершили грабеж. Двое неместных мужчин набрали продукты и кинулись прочь. Об этом сообщили в полиции и уже по горячим следам их задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Шей Мухаммед Валсу приняла участие во Всероссийском мастерском турнире в городе Лагань, Республике Калмыкия. Она заняла первое место в весовой категории до 76 килограмм. Турнир прошел в рамках подготовки к Чемпионату России по борьбе на поясах. 19 сентября проект «Автобус стартапов» приедет в Татышлинские и Болтачевские районы. Организатором является Центр поддержки предпринимательства. Цель этого проекта – создание и продвижение новых бизнес-проектов на территории муниципальных образований Республики и экспресс-акселерации бизнес-идей. По вопросам участия необходимо обращаться по телефону 2-15-07 и 2-13-54. 14 сентября 1812 года Наполеон занял Москву без боя. После Бородинского сражения, чтобы сохранить боеспособность, Кутузов принял решение отступать и оставить столицу. Французская армия вступила в опустевший город. В Москве они попали в тяжелое положение. Жители покинули город, запасов провианта не было. Вскоре начались пожары, которые уничтожили большую часть города. Наполеон делал неоднократные попытки примириться с Александром I, но предложения отвергались. В октябре его армия покинула Москву и начала поспешную эвакуацию. 14 сентября 1829 года Россия и Османская империя подписали Адрианапольский мирный договор. Согласно ему, Россия возвращала Турции все территории в европейской части, за исключением устью Дунай с островами. К России переходило все восточное побережье Черного моря. Также Турция признавала присоединение Грузии, Эмиретии, Мегрелии и Гурии, а также ханств Ириванского и Нахичеванского. Подтверждалось право российских подданных вести свободную торговлю на всей территории Турции. Адрианапольский мирный договор стал крупной победой русской дипломатии. Он создал благоприятные условия для развития черноморской торговли и завершил присоединение к России основных территорий Закавказья. О погоде.